Из материалов телеграм-канала Игры Калмыцкого Престола Аналитики пишут, что целый ряд идущих на выбор губернаторов провел серьезную работу над ошибками, среди них Бату Хасиков. Но делают ли по примеру Бату работу над ошибками наши оппозиционеры? Думаю, что нет. На Амсыр и его команда бьются об лед российского суда в надежде его проломить. Новобранцы оппозиции, депутаты Черноземельского района, стонут о постигшей их несправедливости. И то и другое пустое, что толку стонать и охать врозь. Почему они ведут себя так неумно? Возможно, они думают, что Бату Хасиков победит с легкостью, и потому каждый из них переживает свое горе в одиночку, в отдельной берлоге, отделившись от других гримык. Это в корне неверная позиция и неверное суждение. Ситуацию надо наблюдать в ее развитии, а она развивается не в пользу Бату. Если сравнить количество его сторонников в марте, когда его назначили в Рио с количеством сторонников сегодняшнего дня, то будет видно, как оно уменьшается. И наоборот, количество людей, не принимавших его как главу, недовольных им, неуклонно растет. Сюда надо приплюсовать всех обиженных чиновников, которых Бату лишил должностей. Получится влиятельная группа лиц, за которыми стоят многочисленные родственники, прихлебатели и друзья. И эта толпа продолжает расти. В такой ситуации калмыцкой оппозиции надо не бить себя ладошками по щекам, вызывая искусственные слезы, а думать, как эту растущую массу объединить и использовать в свою пользу. Боюсь, об этом они не думают. Вместо этого на генетическом уровне, подобно нашим предкам-айратам, их угнетает чувство мести друг к другу, нежели чувство разума. А ведь при таком раскладе Бату скоро их передает как клопов. Это же надо быть настолько ослепленным яростью, чтобы не обращать внимания на реального врага и напрочь лишиться инстинкта самосохранения. Если бы наша оппозиция была трезва, на мой взгляд, она бы действовала так. Главную скрипку должна играть Наталья Манжикова. Ей судьба подбросила знамя в руки. Широкой улыбкой на лице она должна принимать свои объятия всех разночинцев, недовольных деятельностью Бату, забыв всякую неприязнь к тем, кого не любила раньше, ставя их с радостью в свои ряды. Ибо дружить против кого-то всегда лучше, чем просто дружить по-человечески. Таким образом, публика может собраться воинственное и немалое. Обиженное чиновничество тоже вступит в Наталья на ополчение, ибо его волнует вопрос, чем я буду заниматься после проигранных выборов. Этот же самый вопрос волнует и тех стиновников, которые до сих пор сидят в Белом доме, и других властных структурах. Только самый наивный из них думает, что его оставят у кормушки. Основная же масса осознает, что скоро вынужденно будет расстаться со своим насиженным местом. Это пятая колонна, засевшая в рядах Хасикова, и потому сочувствует оппозиции. На них Манжикова тоже может надеяться. Но тут возникает риторический вопрос, можно ли верить самой Манжиковой. Конечно нет. Нельзя быть наивным. Большинство граждан, считая, что все кандидаты обещают и, получив желаемое, забывают свои обещания. И это правда. Так было и будет до тех пор, пока мы будем дураками. Надо прекратить быть дураками. Сегодня у нас в головах сидит совок, который не верит никому из тех, кто рвется к власти. Мы жертвы, привыкшие к циничному отношению к себе со стороны кандидатов, как в депутаты, так и в главы республики. Мы уверены, все равно нас обманут. Думаю, что нам, избирателям, пора изменить отношение к своим кандидатам. Надо кандидатам отвечать той же монетой, которой они платят нам. Обманом. До сих пор народные избранники обманывали народ. Но теперь надо сменить правила и сделать так, чтобы народ обманывал народного избранника. Своего избранника надо ставить в такие условия, чтобы он вынужден был выполнять свои конституционные обязанности. Избирателям надо бросать пагубную привычку, которая развратила наших избранников, а именно, выбрали и забыли. Выбрав, надо его каждый день грузить наказами и строго следить за их исполнением. И критиковать его за неисполнение в интернете, прессе и даже на уровне слухов. Только так мы сможем воспитать по-настоящему народных избранников. И Манджиков, несмотря на свои воли, тут не сможет стать исключением. Мы должны уметь держать своего кандидата в ежовых рукавицах. Вот исторический пример. В 1944 году Сталин написал гневное письмо Рузвельту, в котором обвинил США в поддержке польского правительства в изгнании и раздуваемой в прессе истерии по поводу расстрела польских офицеров в Катыни. Рузвельт ответил, что в США проживает большая диаспора поляков, с мнением которых он не может не считаться, так как они его избиратели. Если избиратели США влияли на президента Америки, неужели мы не сможем повлиять на свою Манджикову? Для того нам надо на ходу, прямо сейчас, учиться западной культуре взаимоотношений между избирателями и их кандидатом. Сама Манджикова должна почувствовать, что над ней контроль и потому ощутить всю свою ответственность перед избирателями. Допуская, что у нее есть свои меркантильные интересы, не без этого, но с ней надо поступить как с молодой девицей, которую зовут замуж. Обещает все, утешает ее элизиями и в итоге делает так, рожай и мой посуду. Кто-то из диванных умников скажет, она обманет избирателей, договорившись с Бату Хасиковым. Не исключено, но повторяю, ее надо ставить в такие условия, чтобы ей не выгодно было это делать. В нашем случае, конечно, все будет выглядеть сложнее. Главное для оппозиции будет добыть угрожающее число голосов против Бату Хасикова. Только в таком случае Манджикова расправит крылья и тогда можно будет на нее рассчитывать. Женщины-калмычки амбициозны. Надежда Манджикова не исключение. К примеру, если женщина бедна, ей нужно купить резиновые галоши, она думает о них. Но дайте женщине больше денег, она забудет про галоши и станет думать о новых туфлях. Дайте ей больше денег, она забудет про туфли и будет думать о красивых сапогах и так далее. Вот так будет и с нашей Манджиковой. Если избиратели дадут ей силу, она может согласиться только на две должности. Это должность председателя правительства или должность председателя народного хурала. Но ни ту, ни другую Бату Хасиков ей не даст. Согласиться же на должность простого министра она не посмеет. Для нее это будет значит пасть в полную зависимость от Бату Хасикова. Одно дело с трибуны главного оппозиционера громить бедных министров и при этом самой ни за что не отвечать. И совсем другое. В условиях постоянного недофинансирования самой подвергаться ежедневной критике, как со стороны премьер-министра, так и со стороны того же Бату Хасикова и в результате быть уволенной через полгода, потеряв лицо лидера оппозиции. Еще труднее Манджиковой будет договориться с Хасиковым, потому что справедливая Россия во главе с Сергеем Мироновым в Государственной Думе тоже жаждет победы на региональном уровне. И там не поймут, если она в угоду Бату начнет сдавать позиции. Сначала нам Сыр и Наталья напоминали мне библейские народы вождя Гога из земли Магог, которые собирались захватить святую землю и взять в плен Богом избранный народ. Они не дошли до святой земли, еще не дойдя до нее, народы Гога побили друг друга, не поделив между собой еще не завоеванную святую землю и не захваченный еще в плен Богом избранный народ. Что называется современным языком, не поделили шкуру неубитого медведя. Но дальше случилось еще хуже. Совсем забыв о своей цели, святой земле и Богом избранном народе, они продолжили войну друг с другом. Вот так сегодня выглядит наша оппозиция. Но если она желает выжить под пятой Бату Хана, она должна объединиться, забыв все обиды, которые ей нанесла Наталья Манджикова в прошлом 20 веке. Оппозиционерам нужно сжечь все свои обиды, включить здравый смысл и расчет, пусть даже циничный. В конце концов, вы оппозиционеры, а не юные девы, чтобы рассуждать о поруганной чести. Вам нужно набрать угрожающее количество голосов против Бату Хана в пользу Натальи Манджиковой, вывести ее на уверенное второе место, чтобы выжить в дальнейшем. И ради Бога, не надо этого, если и прочих условий в отношениях друг с другом, иначе вы опять превратитесь в народы Гога и земли Магог. В очередной раз нам навязали имитацию избирательной кампании и бутафорские выборы с запланированным результатом. Избирком Калмыкии отказал в регистрации Намсыра Манджиеву, главному конкуренту Бату Хасикова, признав недействительным подписям муниципальных депутатов. Достоверно установлено, что этих депутатов власти принудили поставить подписи в поддержку Бату Хасикова. Достоверно установлено, что этих депутатов власти принудили поставить подписи в поддержку Бату Хасикова. В 2014 году, пять лет назад, то же самое Орлов Алексей Маратович сделал с Мацаковым. Мы, избиратели и сторонники свободных и честных выборов, не имеем права оставаться в стороне и безучастно наблюдать за беззаконием и произволом обнаблевших временщиков. 17 августа 2019 года в Элисте на Аллее Героев состоится общереспубликанский митинг под лозунгом «За честные и чистые выборы». Приглашаем всех принять участие в митинге. Давайте покажем, что мы народ, на который плевать нельзя. Митинг пройдет с пяти до семи часов вечера у памятника Городовикова на Аллее Героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова